Вместе с сотрудниками службы Россельхознадзора Края мы проверили несколько городских несанкционированных точек продаж мясной продукции. Какое мясо и где стоит выбирать, чтобы не купить кота в мешке. Россельхознадзоре говорят, точно не у уличных торговцев, особенно летом на Санцепёке. Даже если продукция проверена ветеринаром, что чаще всего не так, условия хранения и продажи далеки от нормы. Мясная продукция должна храниться в особых условиях, а именно, если это мороженый продукт, либо охлажденный, то это охлаждающие лари, холодильное оборудование должно быть, должен быть находиться в реализации у продавца перечень документов, которые подтверждают безопасность продукции в ветеринарном отношении. Сотрудники Краевого Ростельхознадзора совместно с представителями полиции побывали на стихийных рынках Советского и Центрального районов. Здесь зафиксировали несколько нарушений правил продажи мяса. У вас документы ИП есть? ИНН, ну, ГРРР? Я как продавец, получается, от мамы торговлю. У вас договор есть? СИП? Да, по-моему, да. Договор есть? Да, должен быть. То есть мы можем взять и там увидеть, что вы действительно продавец. Ааа. Ну, вы подписывали договор? Если вы официально работаете? Нет, я не официально работаю, это же рынок. И что? В этой лавке продается мясная продукция непонятного производителя. Неизвестно, сколько суток оно здесь и сколько уже мух на нем успел побывать. Никакой санитарной книжки у продавца. К тому же сало, соленое или копченое мясо, приготовленное частным лицом, в принципе запрещено для продажи. Ведь совершенно неизвестно, какого оно качества и в каких условиях готовилось. На данную продукцию отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность в ветеринарном отношении. Отсутствует маркировка на продукции, упаковка, где указаны непосредственно температурный режим, условия хранения, сроки годности, дата выработки этой продукции. Штраф за такое нарушение от 500 до 1000 рублей, поэтому в половине случаев нерадивые продавцы мяса не уничтожают товар, как предписано, а переезжают на другое место и ставят прилавок там. Удивляет другое, кто покупает такое мясо и почему, ведь стоит оно так же, а то и дороже. Стараюсь покупать в магазинах. Там, допустим, не летает мух, если мясо закрытое, когда поддерживается температурный режим, это хорошо. А когда оно постоянно на солнце, ну, непонятно, каким образом это все сказывается в дальнейшем. Антисанитария сплошная мухатая и все прочее. Здесь наедитесь, и дезинтерей у вас будет, и все что угодно. Но я считаю, что тут может покупать это мясо только комикация. Человек, который ни себя не уважает, ни свое здоровье. Итоги проверки сотрудники Росфельхознадзора подведут завтра на пресс-конференции. Дина Володина, Всеволод Никитин. Новости.